Любяюсь всё больше в тебя, Иисус. Ты взял сердце моё, Заваривал мне и любовь. Захватил ты всю жизнь мою. Любяюсь больше в тебя, Иисус. Ты взял сердце моё, Заваривал мне и любовь. Захватил ты всю жизнь мою. Любяюсь всё больше в тебя, Иисус. Любяюсь тебя, Любяюсь тебя, Иисус. Любяюсь тебя, Любяюсь тебя, Иисус. Любляюсь Тебя, Любляюсь Тебя, Иисус. Любляюсь Тебя, Любляюсь Тебя, Иисус. Любляюсь Тебя, Любляюсь Тебя, Иисус. Любляюсь Тебя, Иисус. Любляюсь Тебя, Иисус. Любляюсь Тебя, Любляюсь Тебя, Иисус. Любляюсь Тебя, Иисус. Любляюсь Тебя, Любляюсь Тебя, Иисус. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Бог Святой, собравший нас вместе под своим святым покровом. Благословен Иисус. Иисус. Благословен, возлюбивший нас, отдавший Сына Своего, Единородного Своего, Агнца Своего, Нашего Спасителя Господа Иисуса Христа на распятие. Кровушку свою из нас проливший. Жизнь подаривший. Спасибо Тебе. Благословен Тебя, Иисус. Говори, наши сердца, наш Учитель, наш наставник, наш Отец. Без Тебя ничего не можем сделать, но с Тобою можем сделать все. И Тебя славим за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И Тебя не всегда это говорит. Аминь. Отец Ка... Славе master, го 언제. И славе рос majorila. Я с hooké. Я из Тебя. Я из Тебя. Иисус. Я с ногойED. Любляюсь Тебя, любляюсь Тебя, Иисус! Слава Иисусу Христу! Слава Богу Святому! Аминь! Спасибо левчим музыкантам, спасибо! Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Приветствую всех вас, братья, сестры, дорогие друзья! Именем Господнем, именем Иисуса Христа Благоставляю всех вас во имя Господне! И сегодня, сегодня причастие Так мне тоже объяснили, будет хлебопринамление, причастие Вот, для меня это тоже большое такое переживание Я люблю, когда у нас в церкви мы совершаем причастие Но в гостях как-то еще больше нравится мне это Почему? Потому что, когда причащаются, ну не знаю, разные верующие Разных там церквей, разных конфессий, разных деноминаций Вместе, то я думаю, это как раз вот настоящее единство Тела Иисуса Христа, настоящее единство церкви Божьей Вот, и моя мечта вообще о том, чтобы Вот то, что называют как евхаристическое общение То, что называют такое единство в причастии, да, в хлебопринамлении Чтобы действительно все мы, как вот и Господь и дал нам, собственно Принимали вместе это причастие Тело и кровь Господа Иисуса Потому что, хотя много разных битвей в христианстве Много разных там направлений, много разных там конфессий Деноминаций, как мы говорим обычно, да, но церковь она одна Церковь Божья И создатели, есть там древние ветви, есть там более новые ветви, там разные Но Божья церковь, она едина Она неделима, она на самом деле Божья Не человеческая, а Божья Да, всех вас приветствую, благоставляю Именем Господнем, именем Иисуса Христа Приветствую всем, всем привет с Киева Старшей Церкви, Реформаторской Православной Церкви Вот Христа Спасителя Вот, архиепископом, которым я являюсь От наших батюшек, матушек, от всех Привет всем вам, да, пастор, всем Братья и сестры, привет огромный Вот, и от своей семьи тоже привет передаю И, надеюсь, они уже подключились там, значит Подключались, потом отключались Слава Богу за интернет, что есть возможность такая вот Хотя даже быть в разных городах и странах Или даже континентах порой Вот, вместе быть таким образом В причастии, в служении, там, в общении Слава Богу, прекрасно Вот, и сегодня, да, праздник Благовещение Благовещение Ну, в нашем календаре нет этого праздника А вообще, миллионы-миллионы верующих Разных конфессий, да, сегодня Благовещение отмечают Это событие, ну, официально церковно Называется Благовещение Пресудой Богородицы А так, в общем-то, имеется в виду Мне очень нравится само слово Благовещение, да, благая весть Евангелие Так что, всех вас с праздником Евангелие Благовестия, вот, и для меня Праздник Благовещения, он, ну, каждый день Потому что каждый день благовествую Каждый день живу Благовестью, вот, и Благовествую людям, поэтому Вот так вот, друзья Благовещение для меня Это, действительно, это Евангелие Это Божье Слово для человека Вот, и хочу вместе Чтобы прочитали Слово Божье сейчас Второй Коринфянам Пятая глава Девятнадцатый стих В контексте очень прекрасно звучит Но вот хочу, чтобы мы вместе Сейчас прочитали девятнадцатый стих Девятнадцатый стих Очень важно для понимания Благовещения как раз Прочесть это Прочитаем вместе, да? Три-четыре Потому что Бог во Христе Примирил с Собою мир Не вменяя людям Преступлений их И дал нам Слово примирения Потому что Бог во Христе Примирил с Собою мир Не вменяя людям Преступлений их И дал нам Слово примирения Бог во Христе Примирил с Собою Не просто отдельных граждан Не просто отдельных людей Нет Весь этот мир Ибо так разлюбил Бог Мир Что отдал Сына Своего Единородного Чтобы всякий верующий в Него Не погиб, но имел жизнь вечную Благая весть в том, что Спасение Бог Совершил для всех нас Благая весть в том, что Ну не знаю Благодатью мы спасены И это не от нас, это Божий дар Благая весть в том, что Да, на самом деле Есть вот эта Милость Божья К роду Человеческому Вот и Не вменяя нам всем Преступлений Дал нам Слово примирения А Слово примирения Какое? Вот оно Это то слово, что уже Два тысячелетия звучит То слово, что Примиритесь с Богом Да, мы призываем всех Примириться с Богом Вот Мое благовещение Мое понимание Вот Благовестины Оно такое Это не просто для отдельных людей Это не просто для Матери Господа нашего Иисуса Не, не, не Это для всех людей Для всех и вся Для всех и каждого А Слово примирение Примирение Потому что Он первым Совершил это Мы не смогли бы Примириться с Ним Многие люди Понимают Что Вот Где Бог А где мы Вот Но Знаете ли Первым Просит прощения Порой Не самый виноватый А чаще всего Как раз Вот Больше любящий Более любящий Он первым просит прощения Больше понимающий Да Более взрослый Более понимающий Более любящий Вот Он первым просит прощения Так Ну во всем так Человеческом Нашем бытии И Бог Он первым Попросил прощения Вот И Он Примирился с нами Кровью Своего Сына Иисуса Христа И это Доказательство Его любви Он Однажды и навсегда Приобрел нам искупление Вечное Он Однажды и навсегда Доказал нам Свою любовь Знаете Если До Иисуса Христа Вот До нашей эры Как мы говорим До нашей эры Да Если Человеческий род Люди Народы Разные народы Особенно Нееврейские народы То есть Вне Израиля Кто жил Вот в Ветхом Замете мы читаем Да Вот То другие народы Они какое-то имели Моральное право Где-то Сомневаться в Божьей любви И В общем-то да Человек Мог как-то сомневаться Имел моральное право Сомневаться в Божьей любви Вот Но Уже с момента Когда пришел Христос Когда Совершилось Помните так Когда он на кресте воскликнул Совершилось Совершилось Завеса в храме Разорвалась И он сказал Совершилось Воскликнуло так Вот И спустил дух Он умер за нас То С того момента Вот когда Агнец Божий был загнул Уже Человеческий род Ни один народ Уже Ну Уже не имеет морального права Сомневаться В Божьей любви В том что Бог любит нас Он доказал Бог доказал У нас любовь Спасибо Господи за все Благодарю тебя За эту благую весть Что Ты Бог Во Христе Примирил Собою Весь мир Не вменяя Людям Преступления их И благодарю Что ты дал нам Слово Примирение Которое звучит уже Два тысячелетия Слово Примирение Звучащее Два тысячелетия На этой земле И страдавшейся Планете нашей Спасибо тебе Господь Аминь Знаете Друзья И действительно Это благая весть Это Самая благая весть Самая великая Благая весть И Бог Во Христе Примирил И Он совершил Примирение Не только Мы с Ним Примирились Он с нами Примирился Вот Но и друг с другом Мы примирились И примиряемся Благодаря этому Потому что Иначе Знаете Вот как Иисус говорил В Нагорной проповеди Ну Нагорная проповедь Она как бы такая Пограничная еще Она как бы С одной стороны Ветхозаветная еще С другой стороны Она уже с элементами Нового Завета Она как бы такая Еще до Искупления Произнесенная Еще В начале Проповеди Да Земной проповеди Машеха Христа Помазанника Но Еще до Момента наступления Нового Завета А когда наступил Новый Завет Помните Да Когда вот Новый Завет Наступил Божий Новый Завет Для нас Да Она свершилась Да Да Фактически Да Вот И накануне Накануне То есть как бы Ну Когда Иисус Взял чашу И дал ученикам И сказал Чаша Есть Новый Завет В моей крови Вот Де юре А де факто Да На самом деле Фактически Когда уже Кровь из него Она была пролита Потому что когда Иисус Взял чашу И дал ученикам То на самом деле Он Ну Кровь еще в нем была Его Она была еще не пролита Хотя В Библии Очень так чудно Конечно для нас Для нас живущих В временном измерении В временном мире Конечно Это все чудно И странно И непонятно До конца Никогда мы не поймем Пока живем В этом измерении Временном 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 Но Агнец Отвекозаклонный Как Я не знаю И Лишь просто Доверяю Богу Божьему Слову Что каким образом Отвекозаклонный Он в вечности Как то Свершилось Все это Вот Поэтому Иисус То есть До еще До того как Время само было создано Потому что время это тоже Одно из прекрасных Творений Бога Мы живем в этом времени Вот Правда Многие неверующие Считают это проклятием Жить в этом времени Да Во время Во временном Измерении И часто Выражение такое есть Убить время Убивать время Вот Человек без Бога Он способен Лишь на то Чтобы убивать Вот А враг Рода человеческого И враг Божий Противник Сатана Он только лишь У него только Ну три его Любимых слова На каждого из нас Он значит Имеет только три слова Украсть Убить и погубить Вот И по отношению ко времени Как творению Бога У дьявола то же самое У него только украсть Убить и погубить Как бы да вот Вот Потому что Все творение Дьявол ненавидит Божий Хотя сам тоже Тварь Ну в таком смысле Творение Вот значит Но Ненависть это она да Вот распространяется На все творение Всевышнего Бога Но когда мы С Богом То мы понимаем Что время это не проклятие Это благословение Что время это хорошо Что время надо не убивать А наоборот Дорожить временем Что Потому что Ну когда без Бога Человек он Он Ну даже Желая что-то хорошее делать Он все равно Это убивает Знаете ли А когда мы с Богом То мы Все это хорошее Мы Бережем Дорожим Дорожим жизнью Тогда Вот И Пусть Бог Поможет Да Даже там вот сестричка Она тоже на что-то полезла А ну тебе надо Это полезно Но Не сильно полезно Знаете ли Физические такие упражнения Не надо верить там Телевизору В рекламе Что спорт Мол там На все полезен Это Это стереотип И если бы Спорт был таким полезным На самом деле На каждом турнике Не по 2 евреи висел бы На что-то Вот Постоянно Спорт полезен Но все хорошо в миру Знаете В миру Вот что за надо То это на здравом Вот да Вот чего Вот немножечко Да Немножечко в дозировке Все это хорошо А вот Больше чуть Дозировку увеличил Все Уже плохо Не на пользу уже Вот поэтому Надо ко всему относиться Так вот Понимаете Не верите рекламе Вот значит И если зайдете Допустим Даже в больнице Вот я посещал И посещаю пару больниц Молюсь там Допустим За людей Вот где-то травматологи В основном Спортсмены лежат Вот И при том Такие у них там Ой Не приведи Господь Молюсь тоже за них За ребят Тоже жертва рекламы Жертва вот этого Как бы пропаганды Такой Как бы здоровый образ жизни Ерунда Все это на пост на масле На самом деле Вот значит Но Ладно друзья Нет Я не против спорта Нет нет Я за Но все в меру Чтобы было все Сбалансировано Вот Бог нам дал Не только физическое тело Хорошо друзья И значит И что интересно Что А кстати вот Когда зимой Ну ладно Я тоже отдельно Свидетельство Потом как-нибудь расскажу В следующий раз А то у нас времени не так много Вот А хочется еще чем поделиться еще Нечто очень важное Сказать сегодня Хочется Так вот Хорошо что Вот Перед причастием Мое слово Потому что Знаете Для меня это святыня Как для верующего человека Это святыня И это не просто Религия Это не просто Культура Или религиозная Или что-то еще Нет Знаете Апостол Павел писал Когда-то Что Люди не рассуждали В его поколении Была Это проблема Но она и сейчас Это проблема Она не стала меньше Эта проблема Просто Как бы Она Не так может быть Выпукла И не так очевидна Для многих Но если приглядеться Можно все это Обнаружить Можно все это увидеть Опять таки И в наше время Он говорил что в его время Да значит многие верующие Многие болели И даже умирало немало людей По какой причине Он сделал вывод Как апостол Как помазанник Такой да Призванный Богом Человек К благовествованию Он сделал вывод Что потому что Братья и сестры Верующие В церквях Того времени Первого поколения Да Наши старшие братья и сестры Не рассуждали О теле крови Христа То есть Благословения Божьи Которые могли бы быть В их судьбах В их жизнях Но они каким то образом Проходили мимо Они мимо них И Получается Верующие многие Несомленно хлебавшие Уходили Со служения Вот этого собрания Причастия Евхаристия Хлебопновления То есть получается Они Могли бы Быть здоровы Они могли бы Еще Жить и жить Не дужить Но Вот Вот Не имели Почему? Не рассуждали Говорит Не рассуждали О теле крови Христа Знаете ли Вот говорят так Что полуправда Бывает хуже Чем откровенная ложь Знаете ли Действительно это так В этом много Убеждался раз И В религии Не исключение В вере Не исключение Полуправда Бывает действительно Порой Хуже Обиднее Чем откровенная ложь Лучше бы Соврали бы Совсем бы Чем так Вроде как бы Ну как обычно Даже в миру это принято Да? Он что-то правдивое сказал Остальное там Наврал с три короба И все И вроде У человека Доверие есть Что ведь Ну не можем Во всем брать Значит где-то Правда там И вот Полуправда Знаете ли Вот Такая Которая хуже чем ложь Что касается причастия Я имею ввиду сейчас Что касается Евхаристии Хлебопринавления Обидная Полуправда Которая тогда Обворовывала наших братьев Сестер Тогда 2000 лет назад И которая сейчас Обворовывает Миллионы Трудящихся христиан Как говорится Да? Миллионы верующих Разных конфессий Разные деменации Я это у себя в церкви говорил Уже не раз уже И люди многие призадумались Хорошо Что призадумались Хорошо что сделали выводы Некоторые Да? И Понимаете ли друзья Некоторые пугаются Этих слов у Павловых Значит И воспринимают их Как угрозу Своему здоровью И жизни Да? Безопасности На самом деле Обратные Понимаете ли Но по принципу Стакан полный Наполовину Или он пустой Вот Надо посмотреть немного Евангельски На вот эти его слова Предостережения Он Рассуждает Он и говорит сам Чтобы мы рассуждали О теле и крови Христа Полуправда В чем? Обычно вот В церквях Во многих Но она полуправда Что Что Ну С чего даже В начале Даже не знаю Вот Начну с православия Вот Мне это проще Потом я расскажу еще О других там Полуправдах Вот Начну с православия Я уже больше 30 лет Иисус служения Православного Священнослужителя С 87-88 Годов Начался мой трудовой Стаж Тогда я служил В русской православной церкви Московского Патриархата Вот как бы Это мое свидетельство такое О служении моем Церковному И С 96-го года Я стал реформатором Евгелистом Таким православным Значит Как Мы там В Киеве Газету издавали И Там В шапке Значит Этой газеты Было написано Газета православных христиан Веры Евангельской Многим нравились даже Не сами статьи Не названия А вот Вот это вот Надпись Я как-то помню Капаночке был В гостях у него Моихал Степановича Я ему тоже Подарил там Разные газеты эти Он почитал И говорит Мне больше всего Вот это запомнилось Я говорит Ну По-русски Один слов Примерно так он сказал Я говорю Всякое видал Я уже не первый год Он в служении Много лет уже В служении Всякое видал Всякое И уже думал Что меня удивить невозможно Но Батюшка Вы меня удивили Такого я еще Михаил Степанович То ли еще Будет еще Это еще Это еще не все Да Удивляйте Наша специальность Реформаторы В конце концов Ну что ж Все Я говорю Я говорю Я говорю Друзья Товарищи Братья и сестры Дамы и господа Значит Мы же христиане Не важно Православные Баптистские Всякие Всякие Приставки Много Всяких Зачем Много Зачем Товарищи Благослови И вот, полуправда, что касается православной традиции, православной культуры, православной традиции, в чем заключается, что есть вера, с одной стороны, религиозная вера, что да, Христос, Он умер за всех, да, в конце концов, как бы в любом храме распятие есть, даже над храмом, над куполом все время, там, крест, как бы и люди крест носят, как бы и Какое-то понимание, там, у большинства даже захожан, захожан, прохожан, ухожан, да, есть, что все-таки, да, Христос, как бы и умер, там, за нас, вроде, как бы в целом, но, понимаете ли, это опасная такая ложь, в чем ложь, полуправда, хуже, чем ложь, потому что знать, что Христос умер за всех, как бы, это, ну, это, это ничто Знаете ли, и дьявол так тоже знает это, и, значит, и бесы ему тоже веруют, знаете ли, трепещут даже от такой информации, представляю, как их трясет там, вот, знаете ли, но Там, там, Гитлер в Верховной Ставке своей, там, не так трясется, наверное, значит, знаете ли, значит, как именно дьявол от того, что за весь мир, да, Бог заплатил такую цену Но, все равно, это не спасительно, это не спасительно, а спасительно, когда вера становится, когда спасительной христианская вера становится, тогда, когда я понимаю, что Иисус Христос, Он не просто за весь мир, за всем колхозом, как бы, за всех сравнений, лично за меня Лично за меня отдал свою жизнь, и я не прячусь уже за ширину коллективной такой, безответственности какой-то, вот, мы вроде, как бы, вроде мы всем скопом Не, не, а именно за меня отдал свою жизнь, и я лично осознаю персональную ответственность перед Богом, и важность перед Богом Он любит лично меня, не просто всех нас, вот, миллиарды, да, как Пушкин там писал, двуногих тварей миллионы, значит, да Не, не, а действительно, вот, тебя и меня, каждый из нас любит, вот, и что Иисус Христос, там, Он Господь, Спаситель, это все хорошо, это все-все-все, но это бла-бла Там, черч, вот, как бы, это на самом деле оно не спасает А что Иисус Христос, Господь, Спаситель, лично мой, вот это уже спасает Это переворачивает все, переворачивает мое мышление, переворачивает мою душу, совесть, мою жизнь Это изменяет, можно всю жизнь ходить в храм, и знать, что да, Иисус Христос, Господь, Он Спаситель, как бы, как бы Но не разумеешь, что он лично твой спаситель Твой личный Господь И это, вот полуправда, говорю, она хуже, чем порой откровенный ложь Вроде как бы человек, поэтому даже порой на улице человек Уличные совершали, не знающие ничегошенькие Чистый белый лист бумаги, будем так говорить, его разум О религии Ему просто скажи, что Иисус Христос, твой Господь, спаситель Поверишь? Так почему бы нет? Хорошо, верю, все Вот ему проще спастись порой, такому человеку Чем человеку, который, знаете ли, как вот Переболевает всем этим, но в такой форме Не опасной для человека То есть он живет по-прежнему своей старой жизнью Как прививочный больной, допустим, да Он переболел вроде этой заразой, но в легкой форме И теперь его уже ничто не берет уже Знаете, вот там рядом чихают, там все там А ему тут бы что Вот, значит, то есть он вроде как привитой уже такой И вот, значит, и нечто, религия делает нечто подобное С душой человека Очень страшную работу Как бы прививает душу против такого, ну, пробуждения духовного Возрождения Это опасная вещь очень И вот, и знаете, я одну женщину В 91-м году с этой бабушкой я разговаривал У меня много было бабушек там Я вообще в основном с бабушками общался тогда В 87-м, в 88-м годах в Орле и в Орловской области Я начинал свое служение Читал, пел на клирусе Ну, как, это как группа прославлений Вот, был лидером группы прославлений, проще говоря Чтобы было понятно вам Форма руководил там Но в джазе только бабушки у нас были Можно снять такой фильм в джазе, только бабушки Спародировать там Вот, значит, и самый мой молодой подопечный был 65 А самый старший был почти 100 лет Почти 100 лет За 90-м году уже Но она почти ничего не слышала Она сама по себе Пела и иногда попадала даже Я пару раз имел неостороженность Попытаться ее остановить Она на весь храм Он все, не понял, уже молчав Хорошо поете, как поете Вот, нет, мы вот То есть, с ними интересно было, весело было с ними, и им интересно со мной, что, значит, молодая кровь появилась в храме там, они меня давай учить всему, всем премудростям, тонкостям, я, значит, а я с детства люблю слушать, так все, короче, я там каждый раз приду на служение, как в кино схожу вообще-то, все сериалы мусиканские отдыхают вообще, вот, и, но, нет, интересно было. И вот в другом храме я еще служил, то есть, ну, в том ворловском храме служил я, Никольский храм, а другой, это Московская область уже, тоже Никольский, кстати, храм, вот, и два Иоанна батюшки, и там отец Иоанн настоятель, и там отец Иоанн, кстати, они бывшие, ну, когда-то были законодательными друзьями, оба с Белоруссии, западной Белоруссии, оба меня называли Серожа, как бы, не, мне очень нравилось, и у того батюшки, и у того батюшки нравилось. Вот, значит, ну, у того, который из Московской области, значит, там, конечно, там, интересная история такая, ну, ладно. Вот, была одна бабушка там, старенькая, она уже не пела на Белоруссии, я, как бы, так ее даже мало знал-то, но информацию, ну, я знал кое-что о ней. Я знал, что она всю жизнь на Клируссе была, вот еще, там, до революции начала петь, то есть она такая старинная бабушка, вот, получается, в каком-то, ну, допустим, в 88-м году ей было уже 90, там, не помню, сколько лет, то есть она еще 1800-х, еще, вот, конца 19-го века родом была бабушка эта. Она, значит, замуж не выходила, в девках засиделась, так, почти до 100 лет, короче. Вот, вот, значит, и она на Клируссе всю жизнь была, вот, в храме пела, читала, пела на Клируссе. И начала еще до революции, потом, там, вот, вся эта смута, революция, ну, как-то ее, как-то так вот, мимо все прошло, она так вот, как бы, в храме и была. И у них храм, вот, наш-то закрывался, где я служил, а ихний, там, в Московской области, он вообще не закрывался никогда. Вот, ну, там пару раз замок вешали, и потом тут же снимали, потом. Короче, он все время, служение все время там проводилось, без перерыва. Вот, и, значит, и вот эта бабушка, она все время там, а потом уже, когда уже составилась совсем, у нее голос пропал, ну, она такая, пищащий голос того же, знаете, вот. И она просто в храме была, и там подсвечники протирала, там, свечки переставляла, там, ну, ходила там, значит, как бы, вот, на городике как-то, там, там была старенькая монашка у них жила еще, матушка Минодора. А, а, Ифракси, Ифракси, матушка Ифракси. Старинная тоже, бабушка такая, вот, чуть помоложе ее, вот, ровесница бега, наверное, 20-го. Вот, значит, вот, и вот она к ней приходила, там, на городике они там, по-роду копались, там, значит, ну, как бы, ладно. Божий дуванчик, бабушка такая, безобидная такая, ласковая такая, улыбчивая все время, ну, ладно, хорошо. Я же не знал всей истории ее, ну, знал, значит, что она такая была, когда-то, там, читала, там, голосиста такая была в девках. Значит, ну, ладно, хорошо. И представляете, значит, в 91-м году уже дело было, конец 90-го, самый конец 91-го года, я уже стал батюшкой уже, священником в Рязани. И, по старой памяти, заехал туда, в тот храм, Никольский. Отец Иоанн был еще живой, тот еще, ихний. Заехал к ней в храм, значит, туда-сюда, пояшкаться, пообщаться, значит, там, значит, там, и, значит, показаться, как бы, значит, да, уже как батюшка в роли, в такой, вот, значит, ну, и отец Иоанн тоже просил, если будешь там уже священником, когда уже руку положит, то приезжай тоже, и послужишь у нас, значит, и, как бы, вместе по трапезничаем. Вот, значит, я заехал, и, ну, туда-сюда, значит, все хорошо, и вот такая ложка дегтя в разговоре. А помните, отец Сергий, там, мне женщины говорят, вот, была у нас такая-такая бабушка такая, вот, божий дуванчик. Я говорю, ну, да, ну, наверное, думаю, представилась уже, как бы, в принципе, по возрасту, да. Хуже, говорит. А что ж хуже с ней могло такое? В секту пошло. А, они говорят, в секцию, бахтистам. Секция. Ну, ладно, значит, я так грешным делом думал, наверное, злые языки, наверное, но она ж никак вообще не могла быть, значит, это приданное делу Рейха, как говорится, значит, там все, значит, не привлекалось, значит, там, и все, значит, ну, характер народический. В общем-то, ну, одним словом, по досье, она была бы, значит, ну, как бы вообще, прекрасная женщина, православная, и умерла бы, значит, в здравии, в таком, значит, православном. А представляете себе, я, значит, там, на автостанции уже жду автобус свой, значит, туда, на Москву, в Солнечногорске, в саду, и, представляете, значит, идет бабушка эта, божий одуванчик, она такая, все время такая светленькая, такая улыбчивая, она такая же, вот идет, улыбается, такая, из Библии в руках идет. Ой, у меня аж все оборвалось, екнуло, все оборвалось. Думаю, надо же, наши люди с Библиями не ходят. Думаю, точно, это не злые языки, точно, видимо, в секции в этой, не иначе. Ну, ладно, вот, и она, она привехали ко мне. Кстати, значит, с Тайлингой, да, там, уже совсем уже с Тайлингой, да, вот, значит, там, значит, но, то есть, ну, под сто лет, но у нее все зубы свои, представляете, да, вот такая, значит, там, и такая, память у нее такая, очень цепкая, все помнит до деталей вообще, прям, и что было до революции, и после революции вообще, вот так вот, думаю, вот это да. Вот, значит, и она меня сразу вычислила, сразу ко мне, со своей Библией идет. Вот это да. Для меня это было, конечно, стрессом. Вот, уж про кого, про кого, про нее бы не подумал бы я. Я в то время считал, я в то время был сам сектантом таким, в мышлении своем, православным сектантом. Я считал, что только лишь у нас Бог, только лишь у нас спасение, только лишь у нас, и, поэтому, а если попал человек в секцию какую-то, то это уже все уже, пропащик. Хотя по сектоведению было у меня пять, потом это назвали сравнительное богословие, но тогда называлось сектоведение. Вот, значит, и, но я единственное, что помнил, что в Афтисты это тихие сумасшедшие, 50-ники буйные. А особенно, деталей я особенно не знал, как бы это вообще, не вникал. А сдал я, значит, сектоведение на отлично с первого раза. Значит, знаете ли, как марсистские и ленинские философии раньше сдавали мы. Значит, там я понял такую вещь, надо себя хвалить, а всех ругать. Вот, не надо говорить и не останавливаться, главное. Раз запнулся, полбала или балл сняли с тебя, значит, и все. И, короче, я сдал на отлично сразу. А что вы думаете про этих, а это вообще-то никто и зовут их никак, значит. А вот только лишь дымы, только православные, и все. Один слов, я был таким гордецом православным, считал, только лишь у нас благодать, у нас спасение, и все-все-все. Ну, ладно, и вот та бабушка, боже, одуванчик. Ну, конечно, она, я как Ленин на буржуазину не смотрел. Вот, значит, она видела, что она для меня уже вообще уже никак, живой труп. И я же не помню даже, что я там сказал ей. Наверное, какую-то глупость, не знаю. Вот, но я запомнил, что она сказала мне, вот, когда мы уже в расставание. Я, кстати, уже, благо, там автобус подходил и думал, как раз вот, меньше будет разговора, и я уеду. Вот. Знаете, ну, я того пожелал в конце, чтобы она вернулась все-таки в храм, значит, там, как бы, и, значит, все-таки, ну, за ум взялась. Вот, из своей секции ушла, значит, как бы, начиная такая. Вот. Но она сказала мне вот фразу, которую я запомнил. Выражение такое. Она сказала так, что, ну, вот, а, я сказал, что, чего ж мы пошли там к сектантам, к этим там, всяким там, баптистам, всяким сатанистам, там, какие-то, ну, короче, что-то наговорил глупости какие-то. Вот. Она сказала так, что, может быть, вот эти люди, ну, как бы, к кому она пошла, да, может, они где-то и сектанты, может быть, не споривают. Но она сказала так, но они мне рассказали, или показали как-то, что Иисус Христос, Он лично мой Господь Спаситель. И что Он для меня сделал. Я вот всю жизнь, у нее стаж там немерено, но всю жизнь, еще девчонка совсем еще сопливая, она была там еще, значит, уже была так Юрис, уже, самого-самого маленького возраста. Ее мама их когда-то пела, брала с собой ее туда, от Лирис. И она потом уже чуть подросла, там уже летом 7-8, она уже пела, может, что-то уже. Значит, она всю жизнь, представьте, всю жизнь. И я, говорит, кормила там, значит, этих батюшек, даже митрополиты кормила одно время. Вот, значит, прислуживала там, ну, Сношногорский там был, архиеписком, кто он там, митрополит, не помнишь. Ну, ладно, не то дело. А, значит, и говорит, почему никто, вот я знала вот сотни священнослужителей, но почему никто из них мне не рассказал, кто такой Иисус Христос и что Он для меня сделал. Она все время, она знала, что Иисус Христос, да, да, за всех, но, оказывается, за одного. Оказывается, за нее лично. Вот эта, вот эта правда ее освободила. Понимаете, ну, потом ее не стало, да, вскоре. Она умерла, потом приезжал уже, да, сказали, что все, уже, да. Вы знаете ли, но я теперь рассуждаю. Когда я был молодой, глупый, просто не понимал этого. Сейчас я понимаю, что неважно, какую конфессию она пошла, там, церковь пошла, совсем, конечно, чудно, конечно, подставить след того, что, как бы, уже финал уже жизни, и она вот изменила конфессию. Это не часто так люди так вот делают. Всю жизнь посвятившую себя служению в какой-то церкви, знаете ли, я имею в виду. Вот, но самое интересное, что самое важное, я сегодня, я за нее рад. Я рад за ее душу, что она узнала, что Иисус Христос, лично ее Господь, лично ее Спаситель. Поэтому, если вы смотрите сейчас или слушаете, да, значит, то внимательно смотрите, внимательно слушайте. Иисус Христос, Он не просто Господь, Бог, Спаситель для всех. Это полуправда. И можно всю жизнь с этой правдой жить и так и уйти. Не золото хлебавшего вообще с этой земли. Вот, знаете ли, что жил, что не жил. Вот, но признать, что Иисус Христос лично твой Господь, Бог, Спаситель, Исцелитель твой личный, это все меняет. Это преображает жизнь. И я потом знал много примеров и знаю много примеров на сегодняшний день. Сотни просто примеров, которые говорят, что действительно, вот это вся правда. А еще, друзья, смотрите, независимо от конфессии нашей, независимо там православные, протестанты, католики, кто угодно. Как у первых верующих враг дурил, вот так и современных может дурить. Тоже полуправда никакой. Смотрите, принимая причастие, договоря о Евхаристии, хлебопрограммлении, верим, большинство христиан все-таки верят. Именно вот, ну, настоящие, которые не понарошку, а по праву нашему христиану верят, что Иисус Христос, наш Господь Спаситель, все, да, за грехи мои Он пролил свой кровь. Это правда. Но это все равно еще не вся правда. Только вся правда делает нас свободными. Только вся истина делает нас свободными. А полуправда, полуистина, ой, порой закабаляет еще больше. И вы знаете, что? Вся правда в том, что Иисус не только взял на себя наши грехи, но и болезни, и немощи, и ранами Его мы исцелились. Вот почему Павел писал, что в его время многие тоже были нерасхидительны, не рассуждали об этом. Они верили, видимо, да, видимо, и коринфяне там, и другие там верующие тогдашние верили, что Христос, Он за нас умер, за наши грехи. Это хорошо, но это не вся правда, это полуправда. А вся правда в том, что Он взял на себя наши немощи и болезни, и ранами Его мы исцелились. Поэтому, не рассуждая об этом, многие люди, верующие, они раньше времени умирали. Не рассуждая о Спасителе Господе, как о своем личном целителе. Не просто кого-то там пришел исцелить, не просто вот тех, кого мы читаем в Новом Завете, Он там исцелял. Нет, Он и сегодня тот же Самый. Он и сегодня тот же. Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки написано тот же. Вот, и многие верующие, и того времени первого поколения христиан, и сейчасшние верующие, многие болеют, страдают от немощей, различных немощей. Болезни стало не меньше, друзья, со временем, вот с того времени, с двухтысячелетней давности. Болезни стало больше, немощей стало больше. Я думаю, вот последнее столетие, это очень хорошая иллюстрация. Вот, на протяжении последнего столетия. Я вот тех старых бабушек помнил хорошо, которые вот тогда еще с 19 века были родом. Вот, они еще революцию застали, значит, уже взрослыми, молодыми женщинами, девушками. И они рассказывали, что да, какой был народ крепкий вообще, лопатой не убьешь вообще, значит. А сейчас хилый, говорит, вообще, значит, и сопливый, и хилый, и вообще, значит, ну, страшно посмотреть, говорит, что... То есть на протяжении вот их жизни, столетней почти жизни, несколько поколений деградировало человеческого рода вот. Вот, и это замечают и только у нас, в других странах тоже люди подмечают это. Вот, и это действие проклятия определенное. Но я знаю, что исцеление для нас, и в любом поколении, это Иисус Христос. Прежнее время оно умолило и деградировало эту землю особенным образом. И немощами и болезнями, да, покрылся народ. Но, как хоростой какой-то, знаете, или как вот проклятие, но сейчас пришло время восстановления. И это в Иисусе Христе не только прощение грехов принимаем, исцеление. У многих верующих сегодня есть свидетельства хорошие, разного рода исцеления. И я думаю, что это лишь начало. Я думаю, что это лишь начало. Это не вот все то, что Бог хочет сделать и хотел сделать. Нет, Он хочет всех расцелить. Помните Великий Исход, когда Бог вывел из Египта нас? Он всех исцелил. Весь народ исцелил, представляете? Они ходили по пустыням. Сорок лет топтали пустыню. Слушайте, и ноги их не пухли, обувь их не стиралась. Ты купишь такие же шлепанцы, ботинки, как и твой товарищ там по работе. Но ты будешь носить, не сносишь. А тот и сезон не относит. Почему? Бог благословит все твое, даже твои шлепки, даже твои тапки. Бог благословит не только тебя, а от макушки до подошвы. Нет. Он и то, что ты носишь, благословит. И одежку твое благословит. И все благословит твое. Ради любви своей. Вот рассуждая о теле и крови Христа сегодня, я просто умоляю, заприняя имя Господа Иисуса Христа, порассуждается о том, что не только грехи наши прощены, Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, дамам слово примирения. Друзья, и вот это служение примирения. Для меня самое великое, что в этом есть служение примирения, это тело и кровь моего Господа Иисуса Христа. Тело и кровь моего Спасителя. Я сам вникаю в это, погружаюсь в это, что-то понимаю, что-то не понимаю, но я просто верую, говорю, Господь, я знаю, я что-то знаю, что-то не знаю, но я верю, что да, ты взял на себя все, ну, грехи мои, болезни, немощи, и ранами твоими я исцелен. Проглятие всякое разрушается. Я верю в силу крови Христа, которая вот будет таким движущим началом вот этого духовного пробуждения. Многие говорили уже не раз, там и сто лет назад говорили, что последним пробуждением они будут такие, евхаристические пробуждения, то есть людей, рассуждающих о теле крови Христа, рассуждающих о силе крови Христа. Знаете, если в теле кровь проистекает, да, из тела, то душа уходит, все, умирает тело. Вот, и обескровленная церковь, обескровленный верующий, это человек, который еле-еле душа в теле, что называется, вот, когда нет понимания силы крови Христа, нет понимания важности крови Христа, и пусть Господь благословит нас, верующих, сегодня, рассуждать, рассуждать и рассуждать о теле Христа, что я спасен кровью моего Спасителя Иисуса Христа. Это не от меня, это не от чего-то другого, это только от крови Христа. Великая цена была заплачена. Спасен я через кровь Христа. Исцелен я через кровь Христа. Знаете, как тяжело? Это кажется со стороны, может быть, кому-то легко покажется, хотя тоже сомневаюсь, но это, на самом деле, чем больше в этом погружаешься, тем понимаешь, что вроде и просто все, гениально просто, а с другой стороны, так трудно. Чувствуешь, осознаешь чувство вины. С этим живут миллионы и миллионы людей. Больше или меньше, но все с этим живут. И представьте, понимаешь, что в жизни сделал ошибки, да? Или вот недавно совсем сделал какую-то ошибку. Но понимаешь, что заплачено кровью Христа, нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе сейчас, во Христе Иисусе я, и нет никакого осуждения. Как? Вообще никакого? Стоп. Как? Я живу во временном измерении, и для меня это чудо, конечно, как и для вас тоже. Как это? У меня есть прошлое, у меня есть сейчасшнее, у меня есть будущее, но с позиции вечности все по-другому, все не так вообще, как у нас здесь. Бог простил меня, не вменяя мне преступлений, простил меня то, что было, есть, будет в моем понимании, в моей голове сейчас, да, в моей жизни, в моей реальности. Но в более реальной реальности, в божественной реальности совершилось искупление рода человеческого. Агнец Божий от века заклан, как? Я не знаю. Ангелы не понимают, люди не понимают. Один только Бог понимает. Впереди вечность, поймем? Поблагодарим за все его. Друзья, рассуждайте о теле крови Христа. Заклинаю сегодня Господом. Принимайте причастие, принимайте с верой. Обычно, когда мы в церкви делаем причастие, то я говорю так, то, что каждый раз люди приходят, разные в церкви приходят, верующие и неверующие, разные люди приходят. Я говорю, принимаем причастие. А кто принимает причастие? Я говорю, всяк человек, кто верует, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Всяк человек, который признает Иисуса Христа своим Господом, Спасителем, личным своим Искупителем. Принимай, милый человек, принимай. Принимай, добрый человек, тело и кровь Христа. Рассуждая о теле крови Христа. Даже если только сейчас уверовал. Даже если только сегодня уверовал. Принимай. Рассуждай о теле крови Христа, что благодатью ты спасен. И это не от нас. Это Божий святой дар. Спасибо, Бог же, за все. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты, Бог, Святой Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам Слово примирения. Благодарю Тебя за Слово примирения, звучащее уже два тысячелетия, раскрываемое Божиим в человеческом роде. Благослови Господь всему для всех нас, собравшихся здесь. Благослови Господь нас рассуждать о теле и крови Христа. Рассуждать не полуправдами, а рассуждать всей правдой, правдой Божией во Христе Иисусе, правдой Божией, что я спасен. Братья и сестры, присутствующие, я же не знаю, многих из вас вообще не знаю, но Бог знает вас. Сейчас, давайте скажем вместе такие слова. Пред Богом, пред Богом сейчас скажем. Отец мой, Бог Святой, Творец неба и земли, Всего видимого, Всего невидимого, Всех миров ангельских, Мира человеческого. Ты есть любовь. Ты доказал свою любовь. Отдав самого себя на крест. Пролив свою кровушку за нас. Благодарю тебя. Иисус Христос, Сын Бога Живого. Ты Спаситель мой. Ты Господь мой. Ты Царь мой. Иисус Христос. Ты Брат мой. Искупитель мой. Целитель мой. Друг мой. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Войди в мое сердце. Живи во мне. Иисус Христос. Мое сердце и мой разум. Моя душа. И мое тело. Все, все мое. Да будет заполнено тобою. Благодарю тебя. Поблагодарим его сейчас за тело и кровь, за причастие. Скажем так, спасибо тебе за все. Спасибо за тело и кровь твои. Благодарю тебя за Это рассуждение. Это рассуждение. Не полуправдивое, а правдивое рассуждение о теле и крови Христа. Телом ломимом Христа, кровью Христа Иисуса. Я спасен. Я исцелен. Я благоставлен. Освящен. Кровью Иисуса Христа. В моих живых течет божественная кровь Христа. Чистого и непорочного Агниса. Мы с тобой, Божи, одной крови. Ты и я. Благодарю тебя за новый завет. Новый завет. Когда кровь твоя была еще в тебе, Господь Иисус. Иисус, ты уже дал ученикам хлебушек. Ты сказал, это мое тело. И ты дал на том ужине, на той вечере. Ты дал чашу и сказал, это моя кровь. Нового завета кровь. Пейте из нее все. Она проливается за вас. И через несколько часов это стало исполняться. Тебя, Господь, унижали, допрашивали, избивали, ломали, но ты не унижался и не сдавался. И на кресте кровью обливался за нас. Не проклиная, но благоставляя. Ты победитель действительно. Ты не сломался, не сдался. Ты благоставлял. И благоставляешь сейчас народ свой. И ты хочешь благоставлять детей своих. Благослови, Господь, нас сегодня в этом участии. Помолимся, да, пастор, помолимся сразу. Братья, да. Помолимся вместе сейчас. Это великое таинство. Великое таинство божественной любви. Бог доказал к нам свою любовь. И это и есть доказательство Его любви. Хочешь знать, что Бог любит тебя? Посмотри на это. Посмотри. Рассуждай сегодня об этом. Рассуждай. Причастие совершается не просто в том нашем. То, что входит в нас, оно не может нас не оскорить. И тем более осветить. Но причастие совершается...